В сфере здравоохранения В больницах, поликлиниках, в амбулаториях не было никакого дефицита. Была ежедневная возможность спокойно записаться к нужному специалисту. Пока же штат Одинцовской областной больницы укомплектован на 89%. Потребность в узких специалистах по-прежнему остается. Для привлечения врачей в округе реализуют ряд региональных программ. Компенсация аренды жилья, приведи друга, земский доктор, губернаторская доплата и социальная ипотека. Специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга. Сам получатель в социальной ипотеке платит только проценты по кредиту. Оказывается, и муниципальная поддержка с помощью опроса среди самих врачей определили, что еще необходимо для привлечения кадров. Компенсация транспортных расходов, предоставление служебного жилья и общежития. Также возможности подачи документов в первый месяц трудоустройства на компенсацию аренды жилья. Ежемесячные выплаты молодым специалистам. Всего в Одинцовской областной больнице 3844 сотрудника. В Звенигороде особенно остро стоит вопрос нехватки узких специалистов, таких как эндокринолог, невролог, онколог и других. Глава поручила разрешить ситуацию в кратчайшие сроки. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.